Привет всем ребята, на связи GrimOptimist и в сегодняшнем видеоблоге мне бы хотелось поговорить на достаточно важную тему. Не так давно он толкнулся на интересный ютуб канал, называется он Ярдрей. И в общем суть такова, что автор это юрист, который в основном занимается, как я понял, различными проблемами, возникающими при покупке автомобиля. То есть когда нарушаются права потребителя, ну и все в этом духе. И не буду пересказывать как бы все там в каких-то деталях, сами посмотрите, действительно интересные ролики. Но вкратце суть такова, что человек покупает машину, ну там миллион стоит она, 2 миллиона, 3, 5, 10 миллионов может стоить автомобиль. И его же пытаются за его же деньги еще и кинуть там. И меня это, если честно, очень удивило, что мол, ну блин, люди платят такие бешеные бабки за машину, им не могут нормально все сделать. То есть продают какие-то битые автомобили там, не хотят чинить их в случае, когда это необходимо. Ну разные бывают ситуации, там вообще жесть временами, там фонды криминала, да. И знаете, я когда стал думать на эту тему, я понял, что у нас не только вот в авто теме подобная ситуация, а вообще везде. То есть куда бы ты ни обратился, абсолютно в любую сферу, везде тебя всегда все пытаются кинуть. Начиная там, я не знаю, ну с обычных магазинов там, с продуктами, да, как вариант. Что сейчас там делают? Курицу покупаешь, накачивают каким-то гелем, блять, ее. Состав не совпадает по факту с тем, что действительно содержится там в каком-нибудь продукте. Ну то есть можно травануться запросто там, все в этом духе. Алкоголь сейчас паленый везде продается, люди травятся. Насколько я знаю, сейчас многие начали варить самогон только по причине того, чтобы просто не травануться. То есть не потому, что нет денег на там водку или на коньяк нормальный. Просто лучше пить самогон, который ты сам сварил и будешь уверенный, да, что по крайней мере ты этим самогоном не отравишься и не очнешься день в реанимации. Потому что самолеты разлетались. Ситуация там с банками, например, тоже обращаясь в какой-нибудь банк, тебе попытаются 100% там нагреть, там какой-нибудь кредит тебе всучить под какие-то скрытые проценты и еще что-нибудь. Да даже если и не попытаются в скрытую, то сейчас, блин, ипотеки бывают такие, что люди платят в два раза дороже, чем квартира стоит там по итогу. То есть там, в общем, жесть полная. Сотовые операторы, те же самые я вот недавно делал ролик, где рассказал. Недавно он у бабушки опять 5 рублей начали снимать со счета каждый день. Знаете, что подключилось? Уроки русского языка от Beeline. Вот официальный сервис сам по себе подключился, никто ничего не подключал, инфа-сотка. Вот буквально неделю она посидела без каких-то сервисов. И как только я старый отключил, подключился новый какой-то сам по себе. В здравоохранении та же самая ситуация. Обращаешься к врачу, далеко не факт, что он окажется нормальным человеком, может навыписывать кучу лишних лекарств, какие-нибудь обследования, которые тебе нахер не нужны. И это еще в лучшем случае, при условии, что он тебя в итоге вылечит. А бывает вообще по-всякому. Там я могу пример привести из личной практики. Я в стоматологию когда-то обращался, помню, типа хорошее место, оно как бы считается такое, ну, почти элитное у нас, да. Ну, я там зубы на 30 косарей вылечил себе. Это давно еще было, года три назад, наверное. Вот, ну и в итоге все, что я у них вылечил, мне пришлось потом перелечивать через полгода, потому что все нахуй рассыпалось. То есть, сделал в другом месте, уже по рекомендации знакомого врача, и в итоге все, вот как оно там поставили два с половиной года назад, так все и стоит, не беспокоит особо. То есть, понимаете, даже количество оплаченных денег, где бы то ни было, оно тебе вообще ничего не гарантирует. То есть, понимаете, дорогую ты вещь покупаешь или дешевую, в дорогое ты какое-то место обращаешься или в не очень там дорогое, бюджетное. В любом случае, скорее всего, тебя попытаются там поиметь. Вот, и как мне, ребят, кажется, это, наверное, самая большая проблема наша вообще. Я бы назвал это, знаете, какой-то повальной, не знаю, криптоманией, что ли. То есть, у нас каждый, практически каждый, ну, я сейчас, конечно, не изо всех говорю, но большинство, что же самолет это так где-то, да. У нас каждый пытается обязательно кого-то наебать. Вот, как говорится, не наебешь, не проживешь. Такое ощущение, что, знаете, это как бы такое наше общество, как некое такое броуновское движение, где постоянно все пытаются друг друга кинуть, вот такой-то круговорот кидалово в природе, знаете. То есть, один кидает другого, тот кидает третьего, потом, наверное, круг замыкается в итоге. Это, да, там, как-то, потому что, ну, невозможно разбираться во всем. То есть, если ты хорошо разбираешься в технике, то, ну, возможно, ты плохо разбираешься в юриспруденции или в экономике. Если ты и там, вроде как бы, да, как-то, ну, поднатаскался, то в любом случае, рано или поздно, ты обратишься куда-нибудь, где ты не шаришь. Просто, ну, на то ведь есть специалисты в разных областях, да. Если тебе что-то надо, ты в этом не шаришь, ты обращаешься к специалисту. И рано или поздно все равно тебя поимеют. Просто вопрос в том, насколько это будет серьезно и какие будут последствия от всего этого. Вот. И, как мне кажется, это надо, наверное, менять. И это вообще, ну, вот основное, что не позволяет нам жить нормально, как мне кажется. Потому что все остальное, ну, это уже, как мне кажется, вторично. Пока у нас такое отношение друг к другу, пока мы постоянно пытаемся как-то получить выгоду за счет другого человека, причем ему в ущерб, ничего хорошо не будет. Мы будем в говне всегда. Вот. И я не знаю, что еще добавить. Можете писать какие-то свои, кстати, варианты в комментариях, вот где вас как кидали. Потому что, ну, вот я говорю, сейчас просто в голову так вот сходу не придет, но вариантов масса. Абсолютно любая вещь. Наверное, разве что в парикмейерской тебя могут не кинуть. Да и то, кстати, были случаи. Помню, как-то в одном барбершопе постригся ради интереса. Причем что-то отдал рубля полтора. Вообще полное говно, вот серьезно. Потом постригся в другом месте, в котором я всегда стригу сейчас. Там тоже дорого достаточно, но там нормально, по крайней мере. И долго ржал там мой этот парикмахер, который постоянно меня стрижет. Он говорит, что, говорит, за мудин тебя просто постригает. Это ужас какой-то, говорит, вообще. Такое ощущение, что человек ножницы первый раз в жизни увидел. Вот, то есть, ну вот так вот у нас дела обстоят. Вот, и, блин, я не знаю, что еще добавить. Это на самом деле грустно. Мне кажется, каждому надо начать с себя все равно. Вот стараться как-то, хотя бы в рамках возможного поступать как-то, ну так вот, как бы ты хотел, чтобы поступили с тобой. Потому что, ну еще раз говорю, это вечный процесс, да. Допустим, пришел ты в автосервис, тебя там наебали, да, в автосервисе, там сказали, что у тебя там что-то сломалось, на самом деле нет. Потом этот чел, который тебя наебал в автосервисе, он пойдет в магазин, купит там поддельный какой-нибудь, не знаю, коньяк и траванется им. Потом тот, кто сделал этот поддельный коньяк, пойдет, значит, в больницу, ему там что-нибудь не то вылечат, там, я не знаю. И вот так вот будет продолжаться до бесконечности. Это, знаете, когда вот резко всем остановиться и нормально, блядь, начать делать все. И мне кажется, что вот тогда мы заживем. Тут дело даже, знаете, не в правительстве, потому что оно, как говорится, каждый народ заслуживает то правительство, которое у него есть. И вот, знаете, глядя на всю эту ситуацию, я начинаю подумывать, что, наверное, в этом изречении есть доля смысла. Потому что клиптократия, это какая-то повальная херня, вот серьезно. Так вот, мне кажется, это реально слово, которое идеально описывает вообще в целом вот общественный строй, знаешь, на этих стране. Клиптократия. Все-всех пытаются наебать. Такие дела. В общем, пишите, что вы думаете в комментариях по этому поводу. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Всем до скорого, ребята. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok